История Шаргорода как фреска, которая была нарисована украинцами, поляками и евреями. За столетия существования она потрескалась, поблекли краски еврейской общины. Но осталась триединая концепция существования города трех религий и трех народов. Такой космополитический вариант сосуществования разных этносов был характерен для всего Подолия. Но, к сожалению, в большинстве населенных пунктов 20 век уничтожил этот колорит. Последним из магикан остается Шаргород. Первое поселение возникло тут еще во времена Литовского княжества в XIV веке. Интересный факт, что многие последующие хозяева города и его пригородов старались дать поселениям свое имя. Пустынь Карачаевская, Шаргород, Сосновка – все эти названия были так или иначе связаны с именем местных магнатов. Шаргородом поселение стало именоваться с 1585 года, когда на землях Яна Замойского король приказал построить замок для защиты восточных рубежей Речи Посполитой. Поселение переименовали в Шаргород в честь Флориана Шарова, святого покровителя династии Замойских. Эта династия играла на протяжении столетий очень важную роль в истории Польши. Основатель города Ян Замойский породнился с польским королем Стефаном Баторием, а его правнук Михаил Вишневецкий стал польским монархом. Новый замок Яна Замойского не стал его резиденцией, но Замойские тут время от времени бывали. Для них итальянский архитектор Бернардо Моранда проектирует замок и костел святого Флориана. К слову, Моранда в это время активно работает над созданием главной резиденции Замойских городом Замость. Этот город называют Северной Падуей, идеальным городом эпохи Возрождения. От Замойских в качестве приданного город переходил к представителям таких известных династий Конецпольские, Любомирские, Сосновские, Сангушки. Итак, давайте прогуляемся по улицам города и поближе познакомимся с сохранившимися постройками славного прошлого. Начнем мы с замковой горы, которая возвышается на холме у слияния рек Мурашки и Колбасной. Замок имел пять башен. В центре была построена резиденция Замойских по принципу Палаццо Инфортеца. Остатки этого уникального сооружения 16 века чудом сохранились. Когда-то по периметру крыши были бойницы, и при осаде дворец мог быть одной из башен замка, а его двухметровые стены спасали хозяев крепости. Замок долгое время был стратегическим объектом и пережил множество осад. К сожалению, отмышительность Шаргородской крепости мало что осталось. Одинокая башня, заросшая кустарником, да облупленные стены дворца Замойских. Неотъемлемой частью городских укреплений была синагогой. Евреи тут появились в конце 16 века, а в 1589 году построили синагогу. Это одна из самых старых сохранившихся синагог Подоле. Это массивное сооружение, как и многие другие синагоги Украины, строились как часть укреплений города. По периметру крыши были коридоры, ведущие к амбразурам. Подземные ходы соединялись с остальными частями замка. Синагога была центром жизни еврейской общины. Ее не раз перестраивали во времена турецкого владычества в конце 17 века. Она 29 лет выполняла функцию мечети. К слову, туркам Шаргородские холмы очень напоминали их столицу. Поэтому в это время город называли Малым Стамбулом или Кучук Стамбулом. К синагоге и другим храмам были пристроены минореты. От времен османского владычества в городе сохранился только турецкий столб. От разрушения в советское время Шаргородскую синагогу спасло превращение в Сокоморсовый завод. Сегодня доступ не открыт, а о заводе, который производил замечательную продукцию, напоминают только огромные бочки. Сейчас собираются средства на восстановление интерьера в синагоге. В двух шагах от молитвенного дома шаргородских евреев находятся кварталы иудейской застройки города 19-го начала 20-го веков. Во многих домах первые этажи были заняты магазинами и мастерскими. Классический такой еврейский дом с подвалами, мастерскими. К сожалению, уже балкон обвалился. К сожалению, поскольку еврейской общины в Шаргороде уже практически нет, уникальные дома либо сносят, либо перестраивают, уничтожая их историческую ценность. Посреди еврейского квартала находится бывшая ратуша. Магистрат в городе появился благодаря Магдебурскому праву, которое город получил еще в 16 веке благодаря Анну Замойскому. У ратуше находится новая достопримечательность города – памятник к памятнику. Он появился благодаря Александру Погорельцеву, который заказал памятник Яну Замойскому киевской художнице Жанне Кадыровой. А в итоге появился памятник всем важным личностям и событиям, которые происходили в городе. И каждый волен сам придумать, кому поставлен памятник, скрытый под покрывалом. Копия памятника экспонировалась на Венецианском биеннале. Поднимаясь по одной из еврейских улочек, мы оказываемся у стен монументального Николаевского монастыря. Шаргородский Николаевский монастырь основан в 1718 году отцами-василянами, которых пригласил Любомирский. В 782 году новый владелец Шаргорода Сосновский выделил часть развалин Шаргородского замка для постройки униатского монастыря и школы Бурсы. В центре комплекса был сооружен собор святого Николая Мерликийского. А после присоединения края к Российской империи монастырь был преобразован в православный. С конца XVIII века при нем была открыта семинария, а позже – духовное училище. Некоторое время монастырь был резиденцией подольских, вининских и шаргородских архиереев. Прямо напротив монастыря находится ровесник Шаргорода – костел святого Флориана. Он был построен на средство Яна Замойского в 1595 году и в честь заступника династии святого Флориана. Этот святой у католиков почитается еще как защитник от пожаров, потому он изображается с чашей, с которой струится вода. Именно изображения Флориана и герба Замойских стали эмблемой шаргорода. Храм был построен в стиле барокко. Интерьеры украшены фресками, горельефами из алебастра, которые изображают хрестную дорогу спасителя. В резнице сохранился портрет создателя храма Яна Замойского. Конкурентом шаргородского костела является костел в соседнем селе Мурафа. Построенный Иакимом Потоцким, храм непорочного зачатия Девы Марии считается шедевром барокко Винницкой области. В храме сохранились фрески и орган XIX века. Интерьеры украшены гербами хозяев Мурафа – Потоцких и Грохольских. От шаргородского костела начинается уникальный паломнический путь, который строится с начала 2000-х и уже стал местом паломничества католиков. О крестных дорогах к Украине я рассказывал в отдельном видео, ссылка будет в рекомендованных сюжетах. Если отойти в сторону от паломнического пути, можно попасть на характерные улочки Шаргорода начала XX века. Тут жили украинские крестьяне и ремесленники. Характерной особенностью таких домов был строительный материал, местный известняк, из которого строили заборы и все жилые хозяйственные помещения. Очень ценными памятниками шаргородской старины являются кладбища. В городе жителей хоронили по религиозной принадлежности. Самое старое сохранившееся кладбище времен основания крепости спрятано прямо в центре города. Оно принадлежало еврейской общине. Более новые иудейские захоронения находятся на холме над крестным путем. Шаргородское католическое кладбище можно назвать Подольским Лычаковым, поскольку тут сохранились многочисленные склепы и кладбищенский костел XIX века. В советские времена варвары наведывались и сюда, осквернив и разбив десятки надгробий. Изувеченные ангелы сегодня как символ всех перипетий, которые пришлось пережить Шаргороду. Если вы останетесь в Шаргороде до заката, встречайте его в конце крестного пути. Напротив вас солнце, заливая все вокруг пурпурными полутонами, сядет за шаргородские холмы под колокольный звон, который разливается по речным долинам города трех религий. А я прощаюсь с вами. Подписывайтесь и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok